мир вам братья и сестры с праздником дорогие наши женщины и мамы пусть всех вас благословит бог меня зовут виталий бондаренко я приехал из далекой теплой флориды вы почувствовали что уже сегодня теплее спасибо я хочу чтобы было теплее и ваших сердцах и душах поэтому у меня сегодня двойной праздник ну во первых день мамы и так получилось что мы приехали в штат вашингтон с большой командой это хор миссионерской школы больше 80 человек и вчера было первое служение в таком и в церкви в таком и и мы просто приехали с группой молодежи и рассказываем от милостях божьих свидетельство любви божьей привезли много дисков и проповеди и пение хора и служение которые совершают и о миссии разные информации а второй мой праздник состоит в том что со мной сегодня присутствует моя жена наташа она где-то здесь есть так получилось что ввиду дня мамы дети купили билет и она прилетела и присоединилась к нам и будет вместе с нами несколько дней слава богу за то что мы имеем от бога я внимательно слушал ваше служение и вы знаете выходят и поют если пришла беда мы только возвратились кубы и пели там ту песню а почему пели потому что там беды много потом выходят братья говорят и поют следующую песню материнские руки думаю надо же и мы там эту песню пели а почему пели потому что 80 процентов с аудитории который нас слушал это были женщины это были русские люди которых на кубе больше трех тысяч и мы им проповедую в англии а самый любимый псалом который они просили нас постоянно петь хотя то люди не верующие это был псалом вернись домой вернись домой уж близко к ночи тоска по дому тоска по родине и тоска по по богу была невероятная в их сердцах и душах и не просили об этом петь снова и снова я благодарю бога за возможность видеть всех вас и вашу пастыря николай захаровича за возможность служить вообще просто прошу вас просто благословляйте его любите и поддерживайте из личного опыта знаю что управлять такой большой церковью не очень просто это что происходит говорит о том что у него большое сердце вообще пастырь это не сколько работа сколько состояние состояние нашей души и поэтому это и ответственность и служение просто благословляйте я желаю в этот праздничный день что-то вам особенно пожелать что-то особенно сказать мамам женщинам и всем присутствующим и вашей церкви что-то пожелать и сделать с божьей помощью так чтобы это свершилось рассказать о том кто это желание или эту нужду может восполнить я надеюсь что это жизненно необходимо нам не только в праздники но и в наши будни поэтому тема моей проповеди сегодня будет мира в жизни вам желаем мира в жизни вам желаем вообще мир это высшее благо в котором нуждается человечество хочу вам сказать что мир это маленький рай в церкви в доме и в семье это то в чем мы нуждаемся каждый день и и первое что пытается дьявол похитить в нас даже когда мы едем уже в церковь и как только он похитил мир наш то уже не имеет значения что мы будем петь говорить или о чем проповедовать он свою работу уже сделал поэтому мира в жизни вам желаем кто из вас помнит что пришел что принес христос на землю когда он пришел в этот мир кто помнит вы помните чем пели ангелы на поля фифлеема помните я вам напомню я думаю что вы знаете этот стих они пили так слава вышних богу и на земле мир в человеках благоволения луки 2 14 это то что принес на землю христос и хочу вам сказать что христос не занимается ненужными вещами если бы мы как люди нуждались в чем то больше не жили в мире он бы нам это принес и предложил но он не принес какие-то материально благо в чем мы нуждаемся он принес то что нам действительно больше всего необходимо было как тогда так и сегодня слава вышних богу и на земле мир в человека что благоволение как часто вы чувствуете что в вашем сердце нету мира это состояние когда человека что-то раздражает даже мелочи это состояние когда человек редко бывает чем-либо доволен и хочу вам сказать честно если в нашем сердце нету мира мы в состоянии войны что это значит это значит что мы ска очень скоро с кем-то будем выяснять отношения или эти отношения с кем-то испортим вам знакомо выражение ты меня сегодня не трогай а у меня вопрос а почему тебя нельзя трогать но если этого человека вы даже трогать не будете все равно ему легче от этого не станет почему потому что в его сердце нету что мира и вообще бог нисколько заинтересован то быть чтобы наши обстоятельства менять а нам этого очень хочется если они трудные сколько он заинтересован том чтобы изменять наше сердце и так что на землю принес христос всем нам людям он принес нам мир и я хочу сказать всей аудитории если вы нуждаетесь в этом мире вы можете его иметь или получить прямо сегодня но этот мир невозможно иметь без покаяния еще раз если вы не покаялись пред богом и или если вашей жизни присутствует грех вы не можете иметь этот мир хотя его принес на землю сам христос слава вышних богу и на земле мир в человеках благоволение очень часто люди раздражаются не потому что кто-то их раздражает хотя такие люди всегда есть а потому что в их жизни присутствует грех христос предлагает нам свой божественный мир и я вам этого мира от души желаю это действительно угодное богу состояние и это то в чем мы как люди нуждаемся больше всего несколько важных моментов я назову четыре момента важности того что я сейчас проповедую говорю важности иметь мир мир нам жизненно необходим вы готовы сказать аминь мы живем в очень непростое время нам не все понятно в настоящей жизни и нас пугает неизвестное будущее в мире в котором мы живем друзья мои сколько тревог что иногда люди пытаются что-то поменять они принимают таблетки чтобы успокоить себя некоторые успокаивают себя выпивкой но когда они просыпаются мира как не было так и нет есть бог который предлагает нам свой мир написано старайтесь иметь мир со всеми и святость без которого никто не увидит господа некоторые христиане теряют мир даже из-за святости но надо иметь и мир и святость без которых никто не увидит господа хочу вам сказать честно что отсутствие мира это основная причина почему люди страдают еще раз повторяю отсутствие сердечного мира это основная причина почему люди страдают мир нам необходим приведу вам такой практический пример один мне тракист рассказывал он говорит дали мне стажера чтобы я научил его ездить когда он пришел ко мне я посмотрел на него и спросил сколько тебе лет он сказал мне 22 мне показалось намного меньше я уже был растерян следующий вопрос я ему задал какой у тебя экспириенс или стаж когда он сказал у меня уже пропало желание с ним куда-либо ехать но начальник приказал у меня выбора нет мы уехали потом было чем дальше тем хуже у меня свой собственный трак кто-нибудь меня понимает каждый раз когда он включал очередную передачу или делает какие-то маневры и движения мне хотелось бы что-то сказать ему и просто с ним попрощаться но надо было ехать больше того надо было надо было сохранять мир а у меня не получалось вы знаете что можно сделать три в этих ситуациях можно просто потерять мир просто даже поругаться немножко пытаясь чему-то этого человека научить можно просто было потерпеть его там две недельки и сказать ему бай больше пожалуйста ко мне не подходи и третий вариант можно было послужить добрым примером для этого человека дать ему напутствие и правильное направление на жизнь а для этого надо было сохранять спокойствие вы знаете когда человек например сохраняет иметь радость праведность и мир то люди к такому человеку тянутся люди такого пожелают слушать люди будут искать такого человека и вот в этой безвыходной ситуации я знаю эту истину как только мое сердце закипало я тейп на уста и сам себе говорю держись молчи но это было тяжелейшее испытание в моей жизни но когда оно закончилось мой брат напарник поблагодарил меня не просто за уроки езды а просто за добрый пример христианской жизни есть практическое христианство когда мы не закипаем внутри несмотря ни на что когда мы спокойны не потому что вокруг спокойно в церкви, например, все спокойные правда? а мы спокойные несмотря ни на что Потому что в сердце нашем что пребывает что? Мир. Мир нам жизненно необходим. Следующее, о чем я хочу вам сказать, это мир – это то, в чем мы нуждаемся больше всего. Мир – это то, в чем мы нуждаемся больше всего. В Библии написано, в прише 17.1, «Лучше кусок хлеба и с ним мир, нежели дом полный заколотого скота» – что? «С раздором». То есть, когда в доме нету мира, то пищат, что? Не в радость. А дом, если он даже очень красивый, тесновато в нем жить. Лучше кусочек, причем сухого хлеба. И с ним мир, ценность мира. Нежели, когда человек имеет все, даже больше, нежели то, в чем он нуждается. Но вместе с этим присутствует тревога. Все это теряет всякую ценность. Я предлагаю и Божье Слово лучшее, что нуждаемся, в чем нуждаемся все мы. Скажите, пожалуйста, ваш круг общения сужается или расширяется? У вас друзей становится все больше или меньше? Есть ли в окружении вашим люди, которые вас периодически раздражают? Есть ли люди, с которыми вам не очень хочется встречаться? Представьте себе, мы собираемся проводить вместе вечность. Мир нам жизненно необходим. Мир – это то, в чем мы нуждаемся больше всего. Там, где мир – благословение. Там, где мир – вражде конец. Благоденствие без меры, а в конце пути – венец. Я желаю вам этого мира и вашему дому, и вашему сердцу, и вашей церкви, да благословит всех нас Бог. Следующее – мир – это наше призвание. Бог использует в своей работе только тех людей, которые спокойны внутри своего сердца. Итак, мир – это наше призвание. И да владычество в сердцах наших мир Божий, которому мы и призваны. То есть, все в моей жизни должно быть подчинено что? Миру. Что это значит? Если нету мира внутри, то лучше не говори ничего. Иначе навредишь себе и другим. Если нету мира внутри, не принимай никаких решений, потому что они будут поспешные и ошибочные. И да владычество в сердцах ваших наших мир Божий. И это наше призвание. Мы способны голос Божий слышать только тогда, когда мы спокойны. Бог желает говорить к сердцам нашим «Слава Ему за все это!» Только в состоянии мира человек способен трезво мыслить, принимать правильные решения и действовать. Вот почему Бог нам предлагает свой мир. Мир – это то, что мы должны служить, чем мы должны служить Богу и людям. Послушайте, как есть написано в Библии. «Ибо Царство Божие – не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Кто с ним служит Христу, тот угоден Богу и достойен одобрением от людей». «Ибо Царство Божие – это не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе». Кто этим служит Христу? То есть здесь не идет речь о том, что мы делаем или что я делаю, а здесь идет речь, в каком состоянии мое сердце. Вообще Бога интересуют взаимоотношения больше всего. Для него здоровье отношения важнее любых служений и наших жертв. Аминь? Написано, если ты пришел, принес дар Богу или жертву и вспомнил, что кто-то имеет против тебя то, что написано, оставь дар твой. Есть богоугодное состояние, которое Бог желает, чтобы мы, как христиане, имели. Царство Небесное внутри нас есть. И это Царство всем обладает. Я верю, что рай начинается на земле. И там, где присутствует мир, это маленький рай в доме, в сердце и в церкви. Там люди отдыхают духом, душою и телом. Там благоденствие и жизнь навеки. Аллилуйя! Кто этим служит Христу, только тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Я еще раз повторяю, только эти люди, мирные люди, они становятся привлекательными для других. Люди тянутся к ним, как пчелы на мед. И это то, что Бог предлагает нам сегодня. Как мы можем иметь этот божественный мир, осуществляя свое призвание? Несколько шагов. Я хочу, чтобы вы сейчас это услышали. Как мы можем этот мир иметь? Потому что есть люди, способные желать мира, а есть Бог, который дает нам свой мир. И когда вы примете этот мир, вы пойдете домой новым или другим человеком. Как мы можем этот мир иметь? Необходимо иметь, вы видите, чистое сердце. Почему? В Библии написано, «Скорбь и теснота всякой душе, делающей что? Злое». То есть, если в моем сердце присутствует грех, это принесет тревогу, тесноту и скорбь в нашу жизнь. В Библии написано, «Нечестивым нет мира, говорит кто? Господь». То есть, не может быть мира в сердце, в семье и в стране или в государстве, если там присутствует грех. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, а потом какая? Мирна. Если вы хотите иметь мир в своем сердце, вы должны распрощаться с грехом. Вообще, если в сердце присутствует грех, как узнать состояние своего сердца? Если человека, в его сердце присутствует грех, этот человек обычно обвиняет других, оправдывая себя. Вы помните, как говорил Адам? «Это жена, которую ты дал мне». И когда мы оправдываем свое неправильное поведение, мы грех этот укореняем внутри себя. Вы, например, периодически раздражаетесь. А почему? Потому что у вас дети раздражают. Или муж, или жена. Но я хочу вам сказать, что дети ни при чем здесь. Это присутствие греха в вашей жизни дает о себе знать. мирный человек, он будет мирен, несмотря ни на что. Он не живет по обстоятельствам, он живет по состоянию своего сердца. Он не плывет, куда ветер подует, туда и он. А он увлечен Богом, и его жизнь принадлежит ему. Поэтому, если вы желаете этот мир иметь, распрощайтесь с грехом, он ни радости, ни мира не приносит. Следующее, как вы можете, как мы можем иметь этот мир? Это, любя Слово Божие, исполняя его. Написано так. О, если бы ты внимал заповедям твоим, тогда мир твой был бы, как река. Благая весь Слово Божье, оно умиротворяет, это Слово умиротворяет наше сердце. И это то Слово, которое вы сейчас слышите. Велик мир улюбящих закон твой. То есть, вот если человек обладает этим миром, куда он входит, в дом, в церковь, туда приходит мир, хотя там была тревога или вражда. Он несет этот мир внутри себя, и он служит благословением и исцелением для других. Тогда мир твой будет, как река, и правда твоя, как волны морские. Пусть Бог благословит всех нас иметь правильное отношение к Слову Божьему. Еще как мы можем иметь этот божественный мир. Нам необходимо доверять Богу. Правда, скажите, в трудных обстоятельствах трудно доверять Богу. Скажите, трудно доверять Богу, правда или нет? Смотри, как написано. Твердым духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. Мне этот стих очень нравится. Здесь идет речь об уповании. Почему этот человек сохраняет совершенный мир? Не потому, что в его жизни все улыбается, не потому, что все гладко проходит, не потому, что у него нет проблем. твердым духом ты хранишь в совершенном мире. Почему? Чем он отличается от других? Ибо на тебя уповает Он. Вы знаете, как проходит наша жизнь? Мы или переживаем, или уповаем. Еще раз, мы или переживаем, или что уповаем. Почему Христос никогда не переживал? Не потому, что у него была легкая жизнь, но чем-то он отличался от других. Я скажу вам, почему он не переживал? Потому, что он молился не моя воля, а Твоя, Господи, что? Да будет. Почему мы переживаем? Потому, что нам часто хочется, чтобы было по-нашему. Но не всегда так будет. Но блажен человек, который уповает, что на Него. Если вы хотите обладать этим миром, мы должны научиться уповать, что на Бога. Вы помните Симеона, который встретился в храме с Иисусом? Помните? Ну, скажите, да или нет? Вы помните, он взял младенца Иисуса на руки, и что он сказал? «Ныне же отпускаешь раба твоего по слову твоему что с миром». Мне этот человек очень нравится. Смотрите, пришел Иисус, он еще младенец. Симеона беспокоило многое, что происходило в Израиле. И было о чем думать, молиться и переживать. Но вдруг он взял этого младенца и говорит самому себе и окружающим, «Теперь я иду домой спокоен. Все в моей жизни будет хорошо». Не потому, что обстоятельства поменялись, а потому, что в мир пришел кто? Христос. Удивительно, что Христос еще ничего не сделал. Впереди избиение младенцев, впереди Голгофа, но он говорит, коль пришел он, то мне переживать уже больше не о чем. Это упование. Это упование. Это вера. Например, если бы у вас есть какая-то материальная проблема, а вам позвонил сегодня президент и сказал, не волнуйся, в течение недели все проблемы твои будут решены, вы бы переживали об этом в будущем? Я не думаю, правда? Вот почему Симеон не переживал. Почему? Потому, что он уповал на Бога и сказал, я иду домой, что спокоен, потому, что в мир пришел Христос. Вообще тот, кто надеется на Бога, он не может оказаться в безнадежной ситуации. Слава Богу за то, что мы имеем от Бога. Аллилуйя! Еще как мы можем иметь божественный мир? Надо знать источник этого мира. Кто мне этот мир может сегодня дать? Так Христос князь мира, и он его источник. Смотрите, как в нем написано, ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на рамынах его, и нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий князь мира. Я пытаюсь ответить на вопрос, как мы можем иметь божественный мир среди жизненных тревог. И я говорю сейчас об источнике этого мира. Христос есть князь мира. То есть, другими словами, сколько владычества Бога в моей жизни, сколько в моем сердце будет и мира. Все зависит, кто мой Господин, и кому моя жизнь подчинена. Если ваша жизнь в надежных Божьих руках, то вам переживать просто не о чем. Мне одна сестра недавно говорит, пастор, но вы не знаете, через какие обстоятельства я прохожу. Вам легко говорить, но вы не знаете, какова моя жизнь. Я ей ответил, я правда не знаю, какая у вас жизнь и ваши обстоятельства. Но я что-то важное знаю, что хочу вам сейчас сказать. А что? Я знаю, что Иисусу Христу было труднее, нежели вам. И то, что он проходил, вы не проходите, потому что он был искушен во всем, кроме греха, чтобы искушаемым помочь. И проходя через все это, послушайте, Христос сохранял спокойствие и мир. Вы готовы сказать аминь? И он что-то важное предложил нам людям, когда мы проходим через испытания и трудности. Вот смотрите, скажите, пожалуйста, что Христос оставил своим ученикам, когда он уже прощался с ними, когда он уже знал, что он идет путем голгофы, креста, испытаний и борьбы? Что Христос оставил им? Кто знает? Спасибо. Кто-то из братьев подсказывает, и он сейчас прочитает этот стих. Христос оставляет своих учеников, зная, какие трудности ожидает их впереди, зная то, что многие из них оставят его, разбегутся и даже трекутся от него. Послушайте, что он предложил им. мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает. Я даю вам мир, да не смущается вас и сердце и не устрашается. Послушайте, это тот мир, который оставил нам Христос, когда мы будем проходить через трудности. Какой он мир нам предложил? Он знает, что тебе будет трудно. Он знает, что пути твои будут сужаться. И он говорит, мир свой я предлагаю тебе прямо сейчас. Причем я даю тебе мир не так, как мир дает, а как мир дает. Не трогай меня, я тебя не трону, а тронешь, получишь. Христос говорит, я не такого мир предлагаю. Вы можете трогать меня, вы можете плевать мне в лицо, вы можете распинать меня, но это никак не отразится на моем состоянии. сердце. Мир мой оставляю вам, мир мой даю вам. Зачем? Потому что вам будет трудно, потому что вас ожидает много борьбы, но да не устрашается сердце ваше, и что? И да не смущается во имя Иисуса Христа. Мир этот мир не может человеку дать. Вы слышите меня? Сегодня многие говорят о мире, но мира как не было, так и нет. Этот мир, если и дает мир, то только на определенных условиях, а Бог предлагает мир, несмотря ни на что. А теперь послушайте, мы никогда этого мира не будем иметь, если мы не научились уповать, уповать, уповать на Бога. Человек, который уповает на Бога, чем он отличается от других? Первое, он ищет Бога. Послушайте, это написано Еремии, плач Еремии, там написано благотому человеку. Он ищет Бога. Человек, который уповает на Бога, послушайте меня, он ожидает ответ от Бога в терпении. Человек, который уповает на Бога, он имеет отношение здоровое с Богом. Бог является его частью и его жизнью. Я призываю вас всех, как церковь, и пусть Бог нам поможет, потому что впереди уважаемые дети Божьи, много испытаний борьбы. И испытания усилятся. Но люди, хранящие мир и уповающие на Бога, они выйдут, пройдут через огонь, они не обожутся. Они войдут в воду и не утонут, потому что с тобою будет Божественный мир, который превыше человеческого ума. И это результат упования и веры. Господи, помоги нам так жить, уповая на Тебя и сохранять этот Божественный мир. Вы знаете, что я часто говорю себе, когда какая-то напряженная обстановка происходит вокруг меня, я говорю, лучше пусть мое самолюбие пострадает, мое эго, лишь бы отношения не пострадали. Иногда люди теряют главное ради второстепенного, чтобы доказать свою правоту. Я хочу вам сказать, может быть, вы и победите в каком-то разговоре кого-то, но в душе вашей будет грустно и пусто. Но есть мир Божий, который превыше человеческого ума. Даже когда Иисуса Христа распяли, вы знаете, что я вижу в Иисусе прекрасные люди, которые уходили из этой Голгофской горы, они все как один понимали, они проиграли. Казалось бы, умер он, но они понимали, что они проиграли, потому что никто не жил и не умирал так, как он. Вы помните, что сказал сотник? Истинно этот человек был каким человеком? Человеком Божиим. И не важно, как жизнь моя проходит или твоя, но очень важно, чтобы окружающие твои, когда ты уйдешь из этой земли, они могли сказать, истинно этот человек он был человеком Божиим. Мое время закончилось, я скажу вам последнее, если можно, чуть быстрее. Мир это результат измененной жизни, но сейчас я не буду на этом останавливаться. И последнее, что я хочу вам сказать, что сказал Иисус Христос, послушайте, когда Он пришел после воскресения к Своим ученикам? Кто помнит, что сказал и предложил Иисус Христос Своим ученикам? Пожалуйста, если можно, дальше продвиньтесь. Помните, Иисус пришел, их комната была заперта, помните, они закрылись, они были в тревоге и в панике. Христос пришел и что сказал? Мир вам, скажите слава Богу. Меня вдохновляет этот стих. Он пришел и сказал следующее слово. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома были заперты, собрались ученики, пришел Иисус и стал посреди и говорит мир вам. Сказав это, он показал руки и ноги ребра свои, ученики обрадовались, увидевши Господа. Скажите, почему ученики радовались? как вы думаете? Почему они радовались? Он сказал только одно предложение, два слова, мир вам, а они невероятно счастливы. Почему? Потому что он воскрес, да, это правда. Я вам скажу то, что для меня открыто. Как бы я поступил на месте Иисуса, если бы я пришел в то время к ученикам в горницу, я бы их построил и сказал бы следующее, пожалуйста, извинитесь. Вы поступили по отношению меня очень плохо. Мне одна жена сказала недавно, если извиниться, то прощу. А я говорю, если не извиниться, я этот вопрос задаю вам, а если не извиниться, но мне нравится Иисус, он не стал строить их и не просил их хотя бы извинитесь. Он им предложил что? Мир. Вот почему они радовались. Они понимали, что старое забыто. Старое он вспоминать не будет. Он успокоил их сердце. Он вселил надежду. Он открывает им будущее. Он говорит, мир вам дальним. кто далеко от меня стоит и кто близко. Я предлагаю лучшее, что ты можешь в этой жизни иметь. Я не собираюсь тебя судить. Я здесь не для того, чтобы враждоваться с тобой. Я хочу помочь тебе и предлагаю тебе сегодня свой божественный мир. И мне бы очень хотелось взять хотя бы Фому поставить и сказать, Фома, слушай, ты помнишь, как ты вот здесь тебя не стыдно было, когда ты вот мне раны, вот мне вы знаете, чем иногда люди отличаются от волков? Волки, когда видят жертву, они пытаются ее догнать, добить и съесть. А люди, имеющие сострадание, они пытаются этим людям что? Помогать. Когда кто-то спуткнулся, когда-то падает как жертва, какое наше отношение к этому человеку? Мы пытаемся ее, как волки, добить? Судить этого человека? Или мы здесь как люди, которые несут в себе врачевание и мир? Именно таким был Иисус Христос. Он не поставил Фому и не просил извини меня или извинись. А он что сказал? Мир тебе, Фома, я тебя прощаю, я тебя люблю, аллилуйя! Это результат воскресения, это результат Пасхи, это то, чем должны мы жить, христиане. И заканчивая свою проповедь, я хочу вам сказать, вы никогда этот мир не будете иметь, если вы живете в непрощении и в обидах. Никогда, 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 никогда. Итак, три причины, почему в нашем мире отсутствует мир, в нашем сердце. Почему нас все раздражает? Если ваше сердце чисто, то, несмотря ни на что, вы будете спокойны. Если ваше сердце не чисто, то вас будут раздражать даже мелочи. почему в нашей жизни отсутствует причина номер один – это грех. И вы никогда не будете иметь этот мир, не покаявшись пред Богом. Вторая причина, почему люди не имеют мира – они не научились уповать на Бога. Они переживают, но это не признак духовности. Это отсутствие, признак отсутствия веры. Уповай на Бога и делай добро, даже если тебе спасибо не сказали. Живи на земле и храни истину, то есть живи не сдаваясь. И впереди получишь неувядаемый венец славы. И третья причина, почему люди не имеют мира – потому, что они живут в недовольстве, в расстроенных чувствах и в обидах. Это их выбор, это маленькая тюрьма. В Библии написано, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кондрата. То есть, это будет не просто кризис материальный, это будет полное банкротство духовное. Ты будешь полностью банкрот, но иногда человеку так хочется, чтобы кто-то пострадал. И вы, живя в обиде, делаете этому человеку больно, но вы разрушаете вашу жизнь. Мое послание сегодня в этот праздничный день сестрам, матерям, мое желание для всех присутствующих здесь, чтобы вы вошли домой новым человеком, чтобы вы пошли домой, как пошел Симеон. Ныне же отпускаешь раба твоего по слову твоему с миром. Я хочу вам сказать с практического опыта, как Бог отвечает на молитвы наши. Бог не всегда дает то, что мы просим. И не то, в чем мы нуждаемся, но Бог всегда отвечает, посылая нам свой мир. Написано не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве с благодарением открывайте ваши желания, что пред Богом. И когда вы будете так молиться Богу с благодарением, то, что Бог сделает для вас, и мир Божий, который превыше всякого человеческого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Это так чудесно. Я помню ситуацию в моей жизни, когда я умирал, мне приписали уже приговор, рак. И через несколько месяцев я еду на повторные анализы. Прошло пару месяцев, жена молилась об этом очень много. И когда мы едем в машине, жена говорит мне, говорит, Виталий, все будет хорошо. А я говорю, откуда ты знаешь? Она говорит, все будет хорошо. Я еще говорю, ты имел какое-то откровение или пророчество? Нет, но все будет хорошо. Я не отстаю и спрашиваю, откуда ты это знаешь? Она сказала мне, просто я много молилась о твоем состоянии, переживала за семью. Но однажды, когда я молилась, в мое сердце пришел божественный мир. и я поняла, что все будет хорошо. Я не знаю, через какие испытания вы проходите, но я хочу вам просто сказать и дать эту надежду, все будет хорошо, если ваша жизнь в надежных руках Иисуса. Мы приезжаем, проходим повторные анализы, и к удивлению нашему говорят, все нормально, ничего нет. Бог отвечает нам своим миром. Слава Иисусу Христу. Итак, мы, посланники от имени Христова, просим, примиритесь с Богом во имя Иисуса. Выбросьте все обиды и не вспоминайте о них. Не разрушайте вашу жизнь. Христос пришел отпустить измученных на свободу, да будут силой Божьей крови разрушены все дьявольские цепи, и будут восстановлены все взаимоотношения силой Креста Христова. Аллилуйя. Сам же Господь мира дадаст вам мир всегда и во всем. Господь со всеми вами. Аминь. Вся слава только Ему. Давайте мы поклонимся Ему в молитве. Если вы чувствуете, что в вашем сердце присутствует грех, покайтесь пред Ним. Если у вас мало упования на Бога, смиритесь пред Ним и скажите Господь, я доверяю Тебе. И если у вас есть раздражение или обида, покайтесь, попросите прощения и будьте благословенны. Аминь. Субтитры Игорь Негода Субтитры создавал DimaTorzok